Ну а теперь Хавьер, лидер после короткой программы. Человек из Ла-Манч. Новая произвольная Хавьера. Молодец. С касанием второй ногой, но он сделал. Три четверных запланированы. С касанием второй ногой, но он сделал. С касанием второй ногой, но он сделал. Развернул его, да, на трайном акселе. Немножко, да, не дошел до правильного, так скажем, до нужной высоты. Чуть-чуть проскочила нога. В любом случае, будет с ошибкой. КОНЕЦ Выезжай, выезжай. Причем это уже видно, да, у него примерно на Сальхове, на четверном ошибка одинаковая. Если уж она заметна во время уже самого прыжка, то все. Держи. Тоже нелегко, конечно. Видно. Молодец, борется. У него еще там набор-то хороший. Смотри, трайную аксель. Ой, 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 ой. Все. Держи. Держи. КОНЕЦ 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 Сейчас за технику посмотрим, конечно, сколько в итоге останется. Может, только останется. Но пока за технику больше, чем идеальный прокат Миша Ге. но с другой стороны мы прекрасно понимаем что начал сезон очень тяжело да это первым и второй момент понятно что он без финала значит во многом этот этап гран-при он такой тренировочно подводящий что ли вы знаете я вам скажу так нет техника падает но у него вот второй аксель он упал именно не до крут там был очень сильный он раскрылся даже дело мне кажется не финале тут мне кажется скорее мне интересно если как мне кажется шума соберется то он может опередить до опередить хотя у них разница большая но все будет зависеть от час проката японца до разница там четырнадцать баллов но на самом деле шумуна ведь 4 четверных заявлять произвольной программе и мы прекрасно понимаем что если шума сейчас выполняет четверной риттбергер четверной флип четверной тулуп и четверной тулуп в каскаде то он набирает больше правильно чем хабир фернандес ну а пока чего говорить да ну да подождем подождем во первых оценки хавьера в любом случае сейчас будет первым по общей сумме хави сделал четверной тулу потом сделал четверной сальхов с двойным тулупом а дальше вот дальше начались вот первая проблема да вообще конечно хави как и его друг юдзуру ханю обладает какой-то кошачьей совершенно невероятной способностью порой выезжать из казалось бы потерянных прыжков да здесь тоже была проблема мог потерять вращение что там ну что-то и вода сильно так шатала помните как сколько раз мы видели когда он не даже тут часто замедленном повторе показывали как он вот практически носом до руки вверх поднимать практически умеет конечно да уникальную способность вот вытаскивать прыжки это только он и пожалуй юдзуру и вот юдзуру да но я думаю что брайан орсер вот их так настраивает что борешься за каждый прыжок и да нет мне кажется это на таком физически подсознательном уровне нет но психологически себя настраиваешь а дальше у тебя уже понятное дело что у тебя просто автоматика работает на инстинктах на рефлексах да это просто мышцы сами срабатывают так ладно смотрим брайан орсер конечно задачен обратите внимание мы редко увидим его таким обычно улыбается то есть 75 85 затем чуть-чуть опережает в произвольные на три балла даже меньше чем на три балла мишуги но как раз вот о чем сергей вы говорите здесь вопрос проката шумуны да абсолютно потому что если вспоминать sky